Продолжение следует... Паузу мы сделаем, и я старое свое обещание сдержу про теорему единственности, которая несколько лекций до этого просто формулировалась без доказательства, и студенту, которому этот билет попадет, значит, от него, в общем-то, не надо в билете этого требовать. А вот то, что я сейчас рассказываю, это надо, а именно, но сперва лемма такая предложение, это мы готовимся, предложение, в чем оно состоит. Вот я напишу такую диаграмму, которую, я надеюсь, не перепутать и не стереть. Вот R1, так, известное вам пространство. Вот классическое преобразование Фурьер. Значит, вы помните, куда мы попадаем, в С0. Так. Дальше. Вот здесь оператор, который я обозначу И1, здесь, который я обозначу И0, а вот здесь будут эти самые обобщенные функции умеренного роста. Теперь, что это такое за И0 и И1? Они просто сопоставляют каждой функции обычной, ее как обобщенную, то есть, помните, которая интегралом вот работает. Ну, можно спросить, а действительно ли вот эти функции, эти, из них можно делать регулярные обобщенные? Ну, это сейчас мы увидим, потому что я докажу более общую теорему предложения. Значит, диаграмма корректна. Это подразумевается, что вот эти вот, которые я вот тут написал, корректно определены, действительно можно рассматривать регулярные функции. А главное, она и коммутативна. Вот это важно. То есть, пойти коммутативно. Пойти справа вниз или вниз справа, это один и тот же будет оператор. А, да-да. Вот она. Спасибо. Это вот то, что у нас обозначалось F с волной. Ну, и вы помните, что это на самом деле еще и сопряженный к F. В случае чего. Ну, значит, вот мне надо такую вещь доказать. Ну, а тут Лемма. А в чем стоит Лемма? Что вот эти вот самые введенные операторы, ну, во-первых, корректно определены, это мы сейчас увидим. И непрерывные в соответствующих топологиях или относительно соответствующих топологий. Значит, что это значит? Ну, мы же знаем, какая топология внизу. W со звездой. А наверху у нас просто нормированное пространство. Топология заданная одной единственной нормой. Вот в этом смысле утверждается непрерывность. Ну, действительно, сперва займемся пунктом А вот этим оператором и один. Вот. Значит, возьмем... Мы же знаем, как доказывать, что некие операторы между полинормированными пространствами непрерывные. Значит, надо взять норму здесь. Из той системы норм, которая там есть. Ну, значит, что это значит? Это значит, мы взяли Пси из С. И рассматриваем вот то, что обозначалось с индексом Пси. Сейчас вспомним, что это такое. И вот надо доказать, что для Львова мы рассматриваем вот это вот И1 от Пси. Так. И1 от Фи. Так, Пси. Где Фи, где Пси из С. Ну, это я уже... А, это я уже написал. Да, где Пси из С. Ну, и вот надо посмотреть, что это такое будет. Если там будут соответствующие оценки, то все в порядке. Ну, давайте смотреть. Вот я смотрю на сюда. Во-первых, по определению, что это такое. Это значит, И1 от Фи. Вот это вот то, что у нас здесь примененное к Пси. Правильно? По определению модуль. Мы же помним, что это за такие преднормы. Вот. Ну, а теперь попробуем написать, чему это должно быть равно. Значит, мы хотим же тут написать регулярную обобщенную функцию. Ну, из одно доказательство, действительно, интеграл существует. Вот я и пишу. Фи от Т. Пси от Т. ДТ. Модуль. Значит, надо, чтобы модуль здесь был интегрирован. Ну, так, я сразу напишу, что это меньше или равно интеграл по Р. Так, модуль Фи от Т. Вот этой нашей пробной функции. А здесь вспомним, что это не что иное, как модуль Пси. Но где? Не модуль, простите, норма. Но где? В пространстве С0 от Р. Не правда ли? То есть, я возьму здесь максимум модуля, ну, а здесь вот я его переписал, то вот будет такое неравенство. Ну, и я еще пожелаю для общего, чтобы уж совсем было все понятно, написать, что вот эта штука не превосходит С модуль Фи в терминах Л1. То есть, как раз та норма, которая здесь есть, вот же она, интеграл Фи по ДТ, да, ДТ я тут забыл, прошу прощения, где С, это как раз в точности вот эта самая норма Пси, ну, напишу Пси от Т, это дело не изменить, вот в этом пространстве. Все. Все. Нужная оценка для доказательства непрерывности оператора произведена. Значит, а раз вот этот интеграл сходится, по ходу дела мы выяснили, ну, значит, этот оператор корректно определен. Ну, а это вот по поводу первого отображения. Теперь Б. Вот теперь мы на И0 смотрим, вот это самое, И0. Ну, снова, здесь-то, доказать, здесь-то одни и те же преднормы, значит, снова берем вот эту самую преднорму Пси для того же самого Пси. Мне уж тут лень писать. Ну, что же, и надо брать, теперь уже Фи, тогда она была отсюда, когда мы рассматриваем тот оператор, теперь отсюда. Теперь это непрерывно исчезающая на бесконечности функция. Ну, что ж, давайте теперь оценивать. Значит, теперь надо взять от нее И0, от этой самой Фи, так? Ну, и преднорму с индексом Пси. Значит, вспомним, что это такое. Это, значит, в определении, если только такой интеграл существует, Фи от Т, Пси от Т, ДТ, так, ДТ. Ну, и вот делаем похожее неравенство, меньше или равно, интеграл по Р. И вот теперь, смотрите, чуть-чуть по-другому будет. Здесь надо взять норму Фи, ну, в том пространстве, откуда оно вылезло, так сказать, С0 от Р. Здесь переписать модуль Пси от Т до Т. Ну, вот смотрим на это и видим, что это не превосходит С1. Ну, там было С, здесь С1, так. На вот как раз Фи в С0 от Р, то, что нужно для доказательства. Та оценка для доказательства непрерывности. Ну, где С1, теперь будет интеграл от Пси от Т, модуля Пси от Т до Т. А что это такое? По-другому сказать, это и есть норма Пси, но только в пространстве Л1. Так, раз она из С, так мы же можем взять норму вот в этом вот пространстве. Ну, вот и другая оценка доказывает непрерывности этого оператора. Ну, Лемма доказана, теперь конец доказательства. Почему наша геограмма будет коммутативной? Оказывается, мы все уже, по сути дела, что нужно, мы сделали. Значит, что значит, диаграмма коммутативная? Надо сравнить два таких оператора. Ф и 1. Значит, видите, поехал вниз, поехал направо. Сравниваем с другим оператором. Значит, с каким? И 0, Ф. Почему это одно и то же? Ну, оба они, конечно, действуют в Л1, они начинаются и отображаются в С, в С, со звездочкой. Ну, вот. Значит, мы смотрим сюда. Нам нужно доказать, что эти два отображения совпадают. Они непрерывны. Почему? Ну, как композиции двух непрерывных. Это-то уж заведомо непрерывно, а это мы только что доказали. Значит, достаточно, что они на плотном подмножестве. Какое там плотное подмножество хорошее С? Вот что они там совпадают. Причем, все получается из-за того, что вот это второе пространство Хаусдорфова. Да, это топологический факт же нам нужен. Ну, значит, надо доказать, что на С они совпадают. Вот я уже говорю. Ну, давайте, честно, все сделаем. Мы взяли Фи из этого теперь С. Ну, и смотрим. Значит, первое Фи1 от этого самого Фи. Это просто по... Переписать же можно так, что это Ф. А что такое И1 от Ф? Это Фи с крышечкой. Это регулярная обобщенная функция. Так. А теперь мы помним, что вот этот вот самый Ф с волной, он же продолжает Ф. Преобразование Фурье в С. Значит, так же, собственно, и определялось Ф с волной. Поэтому я так могу написать здесь большую крышку. А что это такое? А это то же самое, что и ноль Ф. Вот. Фи. Ну, и еще раз вспоминаем, что вот это пространство Холсдорфово. Значит, все совпало, как вы видите. И на этом доказать, что вот коммутативность этой диаграммы закончена. Ну, а теперь сейчас это я сотру. Все, кроме самой диаграммы, она еще раз выстрелит, между прочим. На этой же лекции, как я надеюсь. Ну, и теперь уже можем... Я могу уже выполнить свое обещание данной несколькой лекции назад. А именно, значит, теорема единственности. Теперь я ее докажу. В чем она состоит, напоминаю. Просто-напросто классическое преобразование Фурье. Видите, это теорема классического анализа уже. В С0 от R, как мы помним. И инъективно. То есть, я уже не буду писать, я договорил, что если вдруг... Вот здесь вот две функции. Этник совпадает преобразование Фурье, которое является настоящими функциями. То соответствующие классы, где это же не функция, это классы, совпадают почти всюду. Ну, действительно, давайте рассуждать. Пусть для некой Офи из Л1, вот отсюда, вот случилось так, что Ф от Фи функция тождественной 0. Это же настоящая функция. Ну, то есть, это значит, что И0Ф от Фи равно 0. Правильно? Вот. Только, ну да, И0Ф от Фи равно 0. Здесь я умножен на И0. Можно здесь логическую стрелочку нарисовать. Так, отсюда следует уже, по только что доказанной коммутативности диаграммы, что вот Ф с волной и 1Фи равно 0. Прекрасно. Но! Уж про это-то мы все знаем, про этот оператор. Он-то инъективен, это даже автоморфизм. Помните, ученые слова мы говорили. Но! Вот этот Ф с волной инъективен. Вот это самое главное, я даже поставлю восклицательный знак. Значит, если он инъективен, от него там равно 0, значит, вот это равно 0. И 1Фи равно 0. Так, и 1 от Фи равно 0. То есть, это я по-другому написал, что просто регулярная вобщенная функция. Фи. Так. Есть 0. А это мы знаем уже даже из действительного анализа. Что если, помните, мы обсуждали это, что если регулярная вобщенная функция равна 0, то у исходной функции равна 0 почти всюду. Значит, тогда отсюда следует уже половина. По давно обсуждавшейся теореме, что Фи равно 0 почти всюду. Вот, то есть, иначе говоря, Фи равно 0 как элемент пространства L1 напрямую. Это уж чтобы совсем все разжевать, так сказать. Ну, вот все. Теорема единственная доказана, и, как видите, без особых усилий. Ну, и теперь еще задача тут будет, пусть будет рядышком. Проблизительно такими же вот рассуждениями докажите, пожалуйста, следующее. Пусть для Фи из пространства L1 нашего классического случилось так, что его преобразование Фурье тоже принадлежит L1. Мы же помним, что это не всегда случается. Это вот когда-то классиков очень огорчало. Лагранжа и прочее. Ну вот, ну вот пусть так случилось. Бывает же такое. Вот пусть это произошло. Тогда, вот именно в этой ситуации, утверждается, что если я после Ф от Фи применю обратное преобразование Фурье, то это будет почти всюду само Фи. А имею право я это применять, ну, потому что это из L1, так, я могу, значит, что прямое, что обратное преобразование Фурье имеет смысл здесь. Ну, и указание, то, что я вот сказал с корговоркой, то же самое я повторю. Указание вот какое. Вот посмотрите на такую вещь. F вот этот обратное на F, так, от Фи. Так. Если вы возьмете это все как регулярную обобщенную функцию, то будет регулярная обобщенная функция, сдаваемая Фи. Вот достаточно вот этого, оказывается, заметить, что. Заметить, что вот такое равенство имеется. Ну, вот. Значит, этим мы закончили обсуждение вопросов, связанных с теоремой единственности. И вот теперь, по сути дела, наша последняя тема. Она называется так. Преобразование Фурье квадратично интегрируемых функций. Интегрируемых функций. Ну, иногда оно называется Гильбертово преобразование Фурье. Ну, поскольку L2-то Гильбертово. Гильбертово преобразование Фурье. Ну, во-первых, что мы хотим и что с самого начала вызывает дискомфорт. Вот. Вот у нас же было L1. Вот оно. И там писалась формула для классического преобразования Фурье. А теперь вот привлекло меня L2. Оно как геометрическая штука, лучше, чем L1. Это Гильбертово пространство, там и физики рядышком, и все прочее. Хочу там определить преобразование Фурье. Но сразу вижу, что формула, которая классическая задавала, здесь не работает. Потому что, ну, вот возьмите, например, такое φ от t, ну, вот, скажем, единица, деленная на корень, чтобы была непрерывная функция на всякий случай. Вот возьмите. Это же функция из L2, но и не из L1, правильно? Поэтому, если вы напишите этот интеграл, которым формулу классического преобразования Фурье, он расходится. Что же делать-то? Вот, значит, это тот случай, когда, так сказать, математический анализ не работает, а вот функциональный решит все наши проблемы. Действительно. Что делается вот? Ну, вспоминаем то, что вы все время встречается. Нам вот эта вещь, что в L2 плотно S. Вот это замечательное пространство Шварца, оно плотно везде, где нам нужно. Сейчас вот в L2. Ну, и смотрим мы на это S. Мы же много про него знаем. Например, что преобразование Фурьеди – это его топологический автоморфизм. В смысле, той топологии, которая существует в S, задаваемой преднормами. Но можно на это самое S посмотреть еще и с другой стороны. И дело в том, что в L2-то есть скалярное произведение. S – его подпространство. Значит, и там есть скалярное произведение. Только мы не имеем права сказать, что оно Гильбертово, поскольку оно не полное. Но мы можем сказать, что оно почти Гильбертово. Значит, еще одна структура. Давай так, S еще и, еще и почти Гильбертово. Хотя не полно. Но нас сейчас, как вы видите, не остановит. Еще не полно. А вот F. На нем оператор. Из S – линейный изоморфизм. Так вот, оказывается, если на эту структуру посмотреть, то, оказывается, он и тут хорош, наш F. А именно верно такое предложение, что F – унитарный изоморфизм или унитарный оператор. Это синонимы. Почти Гильбертово пространство S. То есть S вот с этим тензорным произведением, которое в L2 было. Ну, что такое унитарный изоморфизм? Надо вспомнить. Это, с одной стороны, биекция, а взросленно – то, что сохраняет скалярное произведение. Ну, биекция мы знаем. Это же линейный изоморфизм. Значит, знаем, что биекция… Давайте на всякий случай. А то иначе на экзамене вы забудете, что надо на это обратить внимание. Ну, и к вам придерутся. Знаем, что биекция надо только, ну, вот это только займет какое-то время, доказать, что сохраняет скалярное произведение. А что это такое? F – F на F – Psi – это все равно, что было, которое между F и Psi. О! Ну, где, разумеется, F и Psi из S. Они откуда-нибудь там. Вот это надо доказать. Ну, давайте честно попробуем. Значит, это я пока не стираю, он еще пригодится. Переписываем, что вот это за дверь такой. Сейчас я его перепишу. Значит, это, как мы знаем, там ведь какое в L2, а это его подпространство, скалярное произведение. Это вот такой интеграл. Значит, F от F от S на F от Psi, простите, от S. Только здесь надо черточку сделать. Мы же помним, как что скалярное произведение, там второй сам множитель должен быть сопряженный. D и S. Вот что это такое. Какое число нас интересует? Ну, давайте изобразим это как двойной интеграл. F от F от S. А это распишем. Значит, что это такое? Вот появился этот множитель пресловутый. Так, F от T, E в степени минус и S от T. Так. Закрыли скобку, поставили, вот главное, что не забыл, поставить вот этот знак сопряженности, D и S. Теперь вот смотрю на то, что у меня под знаком интеграл забыл. Да? Так. Вот здесь. Так. И здесь DT. То есть все забыл, что только можно. Теперь все правильно, да? Вот. Так. Теперь вот смотрю я внимательно на вот эту штуку и вижу, что у меня вот тут функции двух переменных. От S и T. Значит, F от F от S. Ну, константу я игнорирую. Пси от T. Так. Только с чертой. Вот это. А здесь был минус. Черта дает плюс. Вот получилась такая функция двух переменных. Ну, я на нее гляжу и вижу, смотрите. Это из S. И это из S. Мы же помним, что фит оттуда не выводит. Это вообще по мунулю равна единице. Ну, значит, вот эта функция двух переменных из L1 на R2, разумеется. А значит, теорема Фубини приходит нам на помощь, и я могу поменять порядок интегрирования. Вот что мне дает это наблюдение. Вообще, вы видите, без Фубини просто обходиться очень трудно. Корень из двух Пи. Вот я это выпишу, это константа. И вот теперь так. Теперь надо внутри по S интегрировать. Так. Значит, E в степени и TS. Обратите внимание, что тут не минус, а плюс пишется уже. ДС. Так. Теперь закрыл скобку. Значит, вот здесь нужна скобка, и здесь нужна скобка. Теперь осталось Пси отт с чертой ДТ. Ну, и теперь смотрю сюда. А что это такое? Да это же я применил к результату прямого преобразования Фурии обратное. Раз тут плюс. Ну, и получится-то исходная функция. Значит, получается R отт. Значит, Фи отт. Пси отт, спряженная. ДТ. Ну, а что это такое? Да это же есть скалярное произведение Фи на Пси. Все доказал. Ну, вот. Значит, теперь функциональный анализ пойдет в дело. Значит, вот большая теорема, которая говорит о существовании, вот этого, этой конструкции, которая мне сейчас нужна. И кое о чем другом. Ну, называется это теорема Планшереля. Ну, и, конечно, вот в классической такой упаковке. Вот Планшерель. Я, к сожалению, про него почти ничего не знаю. А надо бы, конечно, потому что это живой человек был. Теорема Планшереля. Значит, формулирую. Существует, с самого начала я заявляю, ограниченный оператор. Какой? Который я обозначу. Вот, буду теперь писать внизу вот такой пульку, буллет. Так. В L2. Мне же в L2 надо было определить. Вот. Однозначно определенный тем, чем? Что он, оператор наш, совпадает на плотном множестве в L2, догадывайтесь, каком? S, с преобразованием Фурье классическим. Но это далеко еще не вся формулировка. Он унитарен, вот этот оператор. Вот он какой. Это очень важное свойство. И как следствие, в скобках можно написать как следствие, это обычно, когда формулируют теорем Планшереля, вот то, что я сейчас вот напишу, равенство, его пишут, хотя оно очевидное следствие того, что я сейчас заявил, а именно, смотрите, просто с квадрат нормы, F с пулькой от FI от S, так, от S, так, возвысил в квадрат модуль, проинтегрировал, а это оказывается то же самое, что интеграл по R, не трогая, вот FI от T в квадрате, DT. Ну, действительно, если оператор унитарен, то он норму-то сохраняет вектора, значит, корень квадратный там сохраняется, но я его и не пишу. Значит, это называется равенство Планшереля, ну, давайте так и говорить. Когда-то это было, конечно, крупное открытие, вы можете себе представить. Ну, это еще не конец, последнее заявление, очень важное. Значит, наконец, если, вот смотрите, вот вдруг вот что произошло, какая-то FI одновременно и интегрируема сама, и интегрируема в квадрате. вот так вот случилось, то я же тогда могу говорить о преобразовании Фурия этой интегрируемой функции, и это будет настоящая функция, F от FI, это мы знаем. А здесь, если верить уже тому, что тут заявлено, то получится класс эквивалентности интегрируемых функций в квадрате. Поэтому я пишу так, что это есть почти всюду, утверждает нам планшерель, L с пулькой, только, почему я L пишу, F с пулькой от FI. Это настоящая функция, вы помните, это класс эквивалентности. Ну, что это значит равно почти всюду? Это значит, что в этом классе эквивалентности есть точно такая функция среди прочих. Вот теперь я все сформулирую. Ну, а теперь смотрите, окажется, что все до вот этих слов на конец, просто банальность по модулю наших знаний функционального анализа прошлого семестра. Вспомните, вот был такой разговор. Продолжение по непрерывности оператора, определенного на плотном плодпространстве. Ну, давайте рассмотрим диаграммку. Вот смотрите, S, S. Классическое произвание Фурье, только вот в классе S. Здесь рассмотрим L2 и L2. Так. Здесь просто обычное вложение И. Так. Вот это мне задано. Теперь S плотно в L2, F унитарный оператор. Только что доказано было. Я стер это так. А был вариант продолжения по непрерывности операторов, который утверждает следующее, что если у вас так случилось, вот оператор, вот два банных пространства, в данном случае это L2 и L2, одно и то же, и там на плотных подпространствах, в данном случае это S, задан изометрический изоморфизм, а сейчас это даже Гильбертовый унитарный оператор, то тогда существует единственное продолжение, оно называлось продолжение по непрерывности его, до изометрического изоморфизма большого пространства. То есть я просто, как вот, знаете, вытащил кролика из цилиндра, а я вытаскиваю оператор F с пулькой. Он существует, и единственный, и диаграмма коммутативная. Ну, был дело это давно, поэтому я вам просто напомню, и сейчас, конечно, я надеюсь, что это в вашей памяти оживится. Вот как он, собственно, действует-то? Ну, взяли Fiesel 2, ну, к нему уже из-за плотности сходится какая-то, Fiesel 2. Дальше смотрю на преобразование FURIE. Так, вот этот, вот это. Оператор там унитарный, значит, это по необходимости фундаментальные последствия, значит, это будет фундаментальное, но пространство полное, значит, куда-то сходится, сходится куда-то, вот это куда-то, и есть то, что можно обозначить через F с пулькой от FI, и все будет корректно, вот все будет корректно, это доказывалось в прошлом семестре. Все, теперь в старых учебниках вы какую-то очень конкретную конструкцию, причем не всегда одну и ту же, можете найти, как строится этот оператор. Вот, бралась функция, потом обрезалась она, а теперь мы попали в L2 и смотрим, но это, я вас уверяю, это совершенно ни к чему, потому что действует общий принцип, так сказать, а вот эта конкретика просто, по-моему, затемняет суть дела. Ну вот, смотрите, значит, оператор унитарный, значит, отсюда следует это равенство панциреля, и теперь вот осталось сосредоточиться на вот этом вот остаточке, который вот здесь нам придется немножко поработать. Сколько тут у меня? Вот не зря я не стирал диаграмму, потому что к ней я присоокуплю еще одну. Сперва нарисую, а потом кое-что скажу про нее. Вот смотрите, теперь у нас L2. Видите, было L1 и C0, а теперь L2 и L2. Одно и то же. Здесь действует вот этот самый только что введенный унитарный оператор. А здесь, как и в левой диаграмме, вот эти обобщенные функции умеренного роста, здесь E2, вы догадываетесь, что это я представляю эту функцию как регулярную обобщенную, а здесь действует тот же самый оператор, что и в первой диаграмме. Ну, значит, надо только объяснить, значит, где вот этот самый E2, который, в отличие от первой диаграммы, и слева, и справа, один и тот же, значит, он переводит φ в соответствующую регулярную обобщенную функцию, но только надо доказать корректность, что действительно соответствующий интеграл, который, помните, определял, определялся регулярные обобщенные функции, что он сходится. Ну, так это сейчас все будет с большим еще запасом. Значит, лемма. Ну, давайте теперь обозначим вот эту диаграмму 1, она еще нам пригодится, а вот эта вновь появившаяся 2. 2, значит, вот я заявляю, диаграмма 2, про 1 мы уже знаем, диаграмма 2 коммутативна. То есть, вот этот самый F со звездой продолжает вот этот только что введенный оператор. Значит, почему интеграл этот сходится, вот почему это все корректно, это сейчас вот будет. Сейчас вот будет. Значит, опять-таки, лемма, да, это не лемма, а это предложение, я неаккуратно записал, вот это предложение, а к нему лемма, похожая на то лемма, которая была в начале лекции на предложение. Значит, лемма, какая, значит, лемма, что едва непрерывно. Там было, что и 1, и 0 непрерывно, теперь, что едва непрерывно. Но опять надо поступать таким же образом, по-честному, использовать вот, что это означает, когда оператор между полинормированными пространствами непрерывен. Ну, иначе надо взять вот здесь вот какую-то преднорму, ну, опять-таки, зафиксировать Пси из С, так, как-то мы делали, и рассмотреть вот эту вот преднорму. Заодно этим Пси. Ну, и надо оценить, оценить, вот, после применения оператора и 2, вот, Фи, так, значит, вот с этой преднормой, через, ну, я мог бы сказать, какую-то из преднорм в области определения, но это же нормированное, о, простите, здесь, но это же нормированное пространство, значит, это одна единственная, у нас никаких нету вариантов, но давайте писать, честно, значит, это что ж такое, это вот Фи с крышечкой на Пси, вот только нужно, чтобы оно существовало, давайте посмотрим, что это будет, это интеграл, если он только сходится, вот мы еще надеемся, Фи от Т, Пси от Т ДТ, значит, надо, чтобы корректно определена была, регулярная, обобщенная функция, теперь смотрите, ага, что? Да, конечно, спасибо, модуль, вот смотрю сюда, эта штука у нас из Л2, так, вот она тут вот сидела, а это из С, но С-то часть Л2, значит, что это я тут написал, так, если, я бы тут написал, но не хочу, но мысленно давайте, две черточки, то получилось, что у меня скалярное произведение двух функций из Л2, а значит, что это такое, это скалярное произведение Фи, а здесь Пси штрих, Пси черточка, так, ну и давайте в Л2 для перестраховки напишем, так, ну а тут у нас Кашей-Буняковский, тут как тут, значит, не превосходит Пси в Л2 на Фи Л2, а это значит, то есть, ну давайте вот я в этой строчке ваткну, то есть, вот то, что меня интересовало, и два Фи, преднорма, заданная вектором Пси, не превосходит С на норму Фи от Л2, норму в исходном пространстве, ну где С, есть просто, Пси-то у нас было фиксировано, норма этого самого Пси, но в пространстве Л2, все доказано, лемма доказана, теперь конец доказательства, значит, операторы, вот этот И2 непрерывен, Таким образом, обе композиции, которые меня интересуют, суть непрерывной операции, ну вот мы сравниваем эти композиции, сравниваем, значит, Ф с волной И2, сравниваем с, значит, это мы шли вниз направо, сравниваем с И2, Ф с пулькой, ну опять-таки, та же песня, что и была в начале лекции, значит, они оба откуда-куда действуют, давайте-ка уточним, значит, из Л2 действуют в С с крышечкой, так, значит, два непрерывных оператора, со значениями в холздорфовом пространстве, значит, достаточно доказать, что они совпадают на плотном подпространстве в Л2, ну и мы, конечно же, выбираем С, про которое мы, так сказать, больше понимаем, ну и давайте смотреть, вот взяли какой-то Фи из С, что же получается теперь, вот этот вот Ф и 2, так, примененный к Фи нашему, это все равно, что, просто я переписываю его, но чуть-чуть по-другому, теперь я имею право эту крышку писать, это уже было тут отмечено, так, ну теперь, уже зная, что диаграмма коммутативна, только нет, поторопился я, это, по определению этого Ф с волной, это будет Ф от Фи с крышечкой, то есть преобразование Фурия, вот этой вот функции, которая здесь оказалась, так, но это, что ж такое, и 2 так и действует, он крышечку эту дает, и 2 от Ф от Фи, так, ну, можно еще так написать, и 2 Ф от Фи, ну и смотрю, и вижу, что на С все совпадает, все сделано, значит, что эта диаграмма, так же, как и эта коммутативна, теперь мы доказали, вот тут было написано, наконец, потом я стер, почему отсюда все следует, между прочим, да, ну вот, если кто-нибудь будет, так сказать, по моей книжке к этим вещам готовиться, то, пожалуйста, обратите внимание, лучше всего, конечно, аккуратно записать лекции, и все ясно, вот, но, дело в том, что это во втором издании книги, вот, рассуждение, которое вот с коммутативной диаграммией, которое вы сейчас услышите, а это мне потом пришло в голову, что так как-то и быстро, и красиво, и так далее, но это мое личное мнение, а в первом издании там вот эти всякие сходимости, последовательности, то есть такой анализ более математический, ну, впрочем, как всегда в математике, тот, кто будет первым способом рассуждать вот то, что было в первом издании, и то, что вот там в других книжках математических, ради бога, лишь бы все-таки, лишь бы было верно. и так, значит, конец доказательства теоремы Планшереля. Значит, я напоминаю, что там такое случилось-то. вот Фи оказалось в Л1, то есть сидит в этой коммутативной диаграмме, и оказалось в Л2, то есть сидит во второй коммутативной диаграмме. ну, ну, смотрите, что отсюда получается. Вот я смотрю на Е1, Фи. Вот это. Была Фи, здесь вот это вот Фи, которые были один, да? Е1, Фи. Ну, он же так обозначается еще, и с крышечкой. Ну, это же та же самая вещь, так, которая едва Фи. И здесь, и здесь мы просто берем какую-то там функцию и осматриваем ее как регулярную обобщенную функцию. Вот это вот функционал, соответственно, еще не меняется. Ну, это по-другому что означает? Это по-другому означает, что и Ф с волной и 1 Фи, так, вот, равно Ф с волной и 2 Фи. Раз, это то же самое. Ну, смотрим сюда. Вот что такое первое выражение. Ну, давайте я даже напишу. Первое, это, вот, это что? Это и 0 от Ф. Эта диаграмма-то коммутативна. И 0 от Ф от Фи. То есть, Ф от Фи вот с крышечкой, как мы договаривались писать. А второе, уже мы смотрим на вторую коммутативную диаграмму. это это значит, И2 Ф с пулькой от Фи. Кстати, вот тут вот, вот тут я пульку забыл написать, и мне вот напомнили, так что я благодарен, а вы себе поставьте, кто не успел еще. Значит, первое, второе, это вот это, но что это такое? Ну, это же у нас надо применить к Фи вот этот вот оператор и посмотреть на соответствующую обобщенную функцию. Значит, они равны. Ну, у нас же была теорема единственности, которую мы только что доказали. По теореме единственности, значит, если 2 регулярных обобщенных функции равны, то значит Ф от Фи, вот то, что здесь, совпадает с вот этим вот, то, что здесь, раз регулярные равны, то и исходные равны. Но только теперь надо говорить почти всюду, потому что я повторяю десятый раз, что одна функция везде определена, а другая с точностью до множества меры 0. Ну, вот и все. А это мне и надо было доказать. Все доказано. Ну, а можно, конечно, там приближать одновременно и в L1, и в L2, там одной и той же последовательностью, ну, и, в общем, то же самое получится. Ну, по моему вкусу так лучше, а вы решайте сами, как. Ну, хорошо, что дальше можно сказать об этих всех вещах? Что же, все-таки, вот, получился унитарный оператор. Давайте чуть-чуть его изучим. Ну, помните, когда мы вот преобразование Фурье в классе С рассматривали, то там в L1, там в C0, то там была такая вот операция симметрии, которая обозначалась сигма. но давайте здесь рассмотрим сигман, только с пулей для уточнения, которая в L2 переводит в L2, ну, и, конечно же, что это все значит, что фи отправляется в такую какую-то, ну, омега, давайте напишем, которая омега от T, это то, что фи было от минус T. симметрия относительно си абсцисс, но мы уже привыкли к этому. Еще одна разновидность вот этой самой сигмы, так? Ну, тоже унитарный. Ясно же, что это тоже унитарный оператор, только гораздо более простой, чем вот это преобразование Фурье. Ну, хорошо, а зачем я все это говорю? А затем, что вот верно такое предложение? Что, если я в квадрат возведу вот это Гильбертово преобразование Фурье? Так вот, оказывается, это и будет вот это сигма с пулькой, а отсюда сразу следует, что в четвертой степени преобразование Фурье даст тождественный оператор. Ну, где в L2, где еще? Вот он какой. Ну, давайте смотреть. Значит, сравниваем то, что я хочу доказать одно и то же. Ф со звездочкой, с пулькой в квадрате и вот это. Значит, это оба оператора в L2. То есть, они область значений Хаусдорфова. Значит, если они спадают на плотном подпространстве, значит, один и тот же оператор. Ну, какое подпространство? Ну, S куда от него деваться-то? Вот на S, а что такое на S? Первое, это на S, можно так сказать, на S, F с пулькой в квадрате, это F квадрат классическое образование и Фурье. Ну, а S с пулькой, это, конечно, просто S, которая действовала в пространстве S. Ну, они-то совпадают, это мы знаем на одной из прошлых лекций, аккуратно доказывали, доказывали, значит, я напоминаю, что ведь F квадрат-то равно S, значит, там и совпадают они на плотных подпространствах, значит, везде совпадают. Значит, отсюда они совпадают, первое доказано, первое доказано, вот это. Второе, немедленное следствие. Следствие, так как, ну, для дотошности, так как вот это в квадрате есть торжественный оператор. Вот интересный оператор получился, в четвертой степени он равен единице. Дает ли это какую-нибудь информацию о спектре его? Да, конечно, у нас же была теорема о, как она там называлась, поведении спектра, закон отображения спектров при полиномиальном исчислении, вот так она называлась. Так вот, сейчас мы его применим, а результат я с самого начала объявлю. Следствие, значит, оператор, как и всякий ограниченный оператор в Гильбертовом пространстве, да и Банахов, кому угодно, имеет спектр, который обозначается, как мы обычно это делали, сигма, так вот, я утверждаю, что вот этот спектр входит в такое четырехточечное множество, которое состоит из четырех корней из из единицы комплексных. Ноль, минус и, по некоторым причинам я сперва минус пишу, потом минус один и ну действительно, почему это так? Что говорит закон, вот заодно и вспомним, не то конец прошлого семестра, не то начало этого, вот, что говорит-то закон, вот это полиномиальное отображение? А он вот что говорит, что для любого многочлена вот здесь ноль, а, ой, господи, надо, и бывают детские ошибки, вот, спасибо. Теперь все понятно, да? Я же говорил, я сказал корни из единицы комплексной, и вдруг я среди этих корней написал ноль. Ну, теперь вот все правильно после вашего усовершенствования, так сказать. Так вот, что означает эта теорема? Что какой я не возьму многочлен, так, то применю его вот к спектру как ко множеству, ну, данного элемента алгебры, а в данном случае оператор вот этого преобразования Фурье, то это будет все равно, что я рассмотрю спектр результата применения многочлена к этому нашему оператору. Ну, теперь я хочу вас взбодрить, чтобы это получить, какое надо, какой надо взять многочлен? ТФ четвертый. Ну, вот, смотрим, что слева у нас, значит, этот сигма от Фи, вот этот спектр, значит, если я возьму все его точки и возведу, ну, применю к нему ТФ четвертый, то есть возведу в четвертую степень, то получается, а здесь что такое, это Ф с пулькой в четвертой степени, значит, получается, G от Ф с пулькой в четвертой степени, но мы-то знаем, что это единица, сигма от единицы, то есть единица. Ну, вот, значит, получилось какое-то множество, что если я каждую его точку возведу в четвертую степень, множество на комплексной плоскости, то получу единицу, ну, ясно, что 4 таких существует числа. Ну, вот, доказали. Ну, у нас остается, конечно, чувство неудовлетворенности. Ну, во-первых, может быть, только часть этих точек попала в спектр, во-вторых, уж раз же я написал, хорошо бы еще узнать, попробовать расклассифицировать спектр, какой-нибудь там точный, непрерывный и так далее. Ну, вот сейчас вот мы всем этим займемся, вот в конце нашего курса. Ну, еще задачи две для усвоения. Одна так, вот это лучше меня. Одна такая, ну, раз он унитарный наш, F с пулькой, ну, я могу заинтересоваться, что такое обратный оператор. Так вот, я утвердаю, что это продолжение по непрерывности, точно так же, как сам F с пулькой был продолжением по непрерывности F, ну, так и этот, понятно, продолжение по непрерывности чего, от обратного преобразования Фурье в классе S. Вот это надо выяснить, это просто посмотреть на определение, ничего больше. А вторая, вот какая задача, написать коммутативную диаграмму, в которой участвовали бы три таких оператора. Ну, во-первых, ну, давайте так, с участием, во-первых, это самое новоприбывшее преобразование Фурье и Гильбертова, во-вторых, сдвиг на какое-то число А, и, в-третьих, умножение на функцию, вот какую, экспоненту, Е в степени и ТА. Сейчас мне, кстати, пришла в голову страшная мысль, вдруг тут минус, но это вы сами и разберетесь. Вот, а я вам напомню, что такое ТА, ФИ, что это за функция Т, это по определению ФИ, исходная, но только от числа Т-а, ну, сдвиг есть сдвиг, понятное дело. Вот, пожалуйста, напишите, значит, диаграмму, такой, квадратик такой, с участием всех этих трех операторов. Ну, и вот теперь желаем все-таки познать этот полностью, вот этот самый оператор Ф с пулькой. Какой-то он хитрый, больно. А когда у нас хитрый оператор, опыт подсказывает уже столетний, а то и больше, надо модель предложить хорошую, какого-нибудь хорошего пространства, и вот он действует, и совершенно понятно, как. Ну, вот, вот такое наше желание сейчас. Ну, к модели помогут эту модель придумать те функции, которые когда-то у нас были, когда, помните, были вот, вот, начнем с гауссовской функции, потом мы умножали ее на Т в степени n, где n от 0 начиналось, 0,1 и так далее. Вот получалось в пространстве, каком, L2 на прямой, такое вот множество функций, они не ортогональны никоим образом, но вот к нему можно применить процесс ортогонализации вот грамма Шмидта, который у нас был в прошлом семестре, и то, что получалось, называлось функцией Эрмита. Они обозначались Hn, ну, H это в честь Эрмита. Вот, Эрмит, по-французски отшельник, вот такая у него была фамилия, но, кажется, отшельником он не был. Вот, значит, тут какие-то многочлены, уже не такие, а более сложные. Ну, и вот это вот Hn от Т, результат процесса ортогонализации вот того, что я вам тут вот выписал. Значит, что мы помним отсюда? Ну, что, например, что степень вот этого многочлена Pn от Т, это, конечно, n, потому что в теореме ортогонализации было сказано, что, когда вы берете вот линейную оболочку, то линейная оболочка исходных векторов, вот, первых n штук, то же самое, что линейная оболочка того, что получилось после ортогонализации. Ну, и в частности, вот это верно. Ну, а теперь спустимся в XIX век, и оттуда нам нужны две леммы. В общем, конечно, можно было бы просто заявить, что я их оставляю слушателям, но как-то, может, это нехорошо. Давайте вот до какого-то момента мы будем рассуждать, а уж, когда все станет совершенно ясно, то мы это оставим. Итак, две леммы из XIX века. Значит, лемма один, лемма первая. Значит, просто взяли этого самого Гаусса, я в степени минус t квадрат пополам, и заинтересовались тем, какова будет n-ая производная, ни больше, ни меньше. Ну, мало ли там что получится, но мне важно вот какая информация. Первая слагаемая, конечно, это будет длинная какая-то сумма, но мне важно, что будет в первом слагаемом и что во всем остальном. В первом слагаемом будет минус единица в степени n, вот что минус это существенно, t в степени n, так, e в степени минус t квадрат пополам, вот это первое слагаемое, а дальше будет нечто, плюс какая-то сумма от k единицы до n, лямбда k, я потом объясню, откуда это, лямбда k, t в степени n минус k, то есть, заметьте, что k начинает с единицы, значит, это всегда степень меньше, чем n, ну а здесь тот же гаусс, ее в степени минус t квадрат пополам, где, вот эти лямбда k, это какие-то целые числа, больше мне ничего от них не нужно, ну, давайте поставим здесь звездочку, вдруг там сослаться придется, вот, ну, как доказываем, по индукции, индукция, n равно единице, ну, просто честно продифференцировали сложную функцию, я, кстати, долго вспоминал, как это делается, вот, вот, продифференцировали и уверяю вас, что получится так, минус t, e в степени минус t квадрат пополам, вот вам и минус нужный, и вот, t равно единице, там, вот оно, ну, и теперь пусть верно для n, пусть верно для n, а мне надо доказать, для n плюс 1 такую же вещь, ну, вот, я и пишу, e в степени минус t квадрат пополам, так, значит, мне теперь нужно взять n плюс 1 производную, дальше я проявляю чудеса изобретательности и пишу, что это будет e в степени минус t квадрат пополам в степени n, вот, по которой мы якобы знаем все из индуктивного предположения, да еще эту штуку надо продифференцировать вот один раз, последний вот этот, ну, переписываю, раз у меня было индуктивное предположение, значит, получается тогда, это я как бы знаю, минус единица на n, так, tn, t в степени n, только смотрите внимательно, чтобы я не напутал, e в степени минус t квадрат пополам, вот это первое слагаемое, которое для меня на самом деле важно, плюс, ну, надо вот эту вот сумму переписать, только поставить знак производной, значит, лямбда t в степени n минус k, e в степени минус t квадрат пополам, закрыл скобки и продифференцировал, так, равно, ну, здесь надо дифференцировать произведение, так, да, я вот не написал производную, да, вот, 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 значит, что это за производная будет, ну, дифференцируем произведение, ну, и надо сразу высмотреть, как бы, какое будет первое слагаемое, значит, это будет минус единица в степени n, так, t в степени n, так, на минус t, внимательно сидим, минус t квадрат пополам, так, ну, и дальше плюс производная второго, там, со множителя, значит, минус единица в степени n, n, t в степени n минус единица, так, е в степени, вот, гаусс там появляется, плюс, давайте так сделаем, вот эту вещь обозначим через альфа, на самом деле не важно, что это такое, а важно, какие тут степени, вот, плюс альфа штрих от t, ну, и вот я на это смотрю и переписываю, переписываю, значит, получится минус единица теперь в степени n плюс 1, вот еще минус n плюс 1, так, и t тоже будет в степени n плюс 1, то есть то, что как бы надо, ну, дальше гаусс, е в степени минус t квадрат пополам, плюс, ну, а здесь мне достаточно просто внимательно посмотреть, я вижу, что это будет сумма от k равного единице до n, какие-то новые коэффициенты, которые я обозначу через мюк, а теперь будет так, t n плюс 1 минус k, и обратите внимание, что k начинает с единицы, значит, будет уже n или меньше, вот, n, k, e в степени минус t квадрат пополам, ну, ну, я за остаток слушателям, значит, надо только вот понять, что вот это вот, да, плюс, плюс этот самый, аштрих, это уже учел я, аштрих, так, вот аштрих от t, которая здесь, ну, и надо только, что я оставляю слушателям, понять, что вот это все имеет вот тот вид, который тут написан в виде слагаемого, главное, что степени здесь, n плюс 1 минус k, вот, и какие-то после вот сложений получились целые числа, потому что если, а? от k до n плюс 1, да, и у меня написано n плюс 1, спасибо, ну, доказали, ну, на самом деле, нужно, конечно, кто будет готовиться к экзамену, мне не смотреть, что я вам тут наговорил, а взять и, и, вот, то, что я утверждаю, взять и самому доказать, потому что это, заодно и вспомните, что там на первом курсе вас заставляли делать, это первая лемма, ну, теперь еще есть другая лемма, которая уже, в ней уже участвует преобразование фурье, значит, лемма 2, теперь меня интересует, значит, там меня интересовало производное, а теперь меня интересует преобразование фурье, причем от чего, f от t в степени, в степени n, вот это такой функция, а тут функция Гаусса, вот, и я утверждаю, вот, что про такую вещь, я не буду это выписывать точно, это не нужно совершенно, мне важно, что здесь будет минус i в степени n, вот это вот, что мне важно, t в степени n, так, и в степени минус t квадрат пополам, плюс, плюс, сумма от k равного единице до n, просто i в степени n без минуса, лямбда k, t в степени n минус k, e в степени минус t квадрат пополам, где лямбда k, это те же, те же, что и в лямбе 1, вот такая меня интересует формула, где важно вот это вот первое слагаемое, где все в степени n, а здесь уже t в меньшей степени, вот, вот зачем я, значит, мы помним, второе, помним, обратите внимание, что все вот эти функции, которые попадают, они заведомо лежат в пространстве Шварца, поэтому, вот я и вспоминаю все с этим, помним, что в s, так, вот была такая формула, очень важная, связь операции дифференцирования с операцией умножения на независимую переменную, ну, формулу я сейчас вам напомню, что вот сперва умножили на то, и взяли признание Фурия, это все равно, что будет с точностью до множителя, мнимая единица, если я сперва применю Ф, а потом возьму производную, давайте ее в траурную рамочку даже отведем, вот это сейчас будем, и вот сейчас я применю просто n раз, вот эту самую, замечательную формулу, ну, вот я и пишу, Ф от Т в степени n на Гаусса, так, равно, значит, один раз умножили здесь на Т, выскочила И, значит, получается И, Ф, так, вот, теперь Т, n минус единица, так, Е в степени минус Т квадрат пополам, ну, и вот, остался штрих, вот из-за этой формулы, равно, равно, и квадрат, ну, еще раз один я такую проделаю штуку, а потом будет ясно, что происходит, Т в степени n минус 2, Е в степени минус Т квадрат пополам, теперь же надо два раза продифференцировать, ну, и я так смотрю, и продолжаю в том же духе, пока, наконец, я не приду в конец, а в конце у меня И в степени n на Е в степени минус Т квадрат пополам, как раз n-ая производная, вот, которой я в лемме 1 как раз занимался, вот, значит, по лемме 1, теперь, что же получается, это, то есть то, что меня интересует, это, смотрите, вот тут И в степени, а там ведь минус единица была, значит, получается, минус И в степени n, вот минус появился, что очень на самом деле важно, Т в степени n, Е в степени минус Т квадрат пополам, плюс, ну, деваться некуда, надо переписать, плюс К равного единица до n, так, лямбда К, ну, и здесь вот это Т в степени n минус единица, вот, обратите внимание, или минус, что-то минус К, может быть, что-то я тут, так, минус К квадрат пополам, так, вроде все правильно, или, или не совсем правильно, наверное, минус К здесь, вот, 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 будьте здесь бдительны, но мне это на самом-то деле не важно, мне важно вот это первое слагаемое, а здесь Т в меньшей степени, я подготовил то, что мне нужно, это на самом деле к следующей лекции, вот, а сейчас я сформулирую, вот, довольно, я думаю, эффектно звучащее утверждение, но это ж вы по вкусу со мной, согласитесь или нет, значит, которая, вот, проливает свет на то, как действует, вот этот, вновь появившийся унитарный оператор, оператор, вот, вот, значит, теорема, это важный факт, теорема, о чем она, функция Эрмита, Эрмита, вот эти вот, Hn, где n, помните, начинается с нуля, суть, а что суть? Собственные векторы, ну, собственные векторы, собственные функции, хотите, как называйте, векторы, это же векторы, линейном пространстве, оператора, вот, того, который нас интересует, оператора, вот этого, Гильбертова преобразования Фурье, а собственные значения, суть, минус и, степени, вот это самое n, который, номер функции Эрмита, то есть, значит, первая функция не меняется, вторая умножается на минусы, третья со знаком минус берется, четвертая умножается на плюсы, пятая опять не меняется, и так далее, ну вот, ну, теперь, значит, ну, доказательство, основное, основное рассуждение будет, конечно, на следующей лекции, а сейчас я вам просто вспомню, давайте вспомним, что, я вам напоминаю, что функция Эрмита, значит, появляется при ортогонализации Грамма Шмита вот этих функций, t квадрат, так, ну, и задачка, которую должны были с вами разобрать, заключается в том, что вот, давайте не поленимся, и просто вот, она не будет играть роли в доказательстве, но чтобы как-то понятнее было, несколько первых функций Эрмита, значит, получается, что h0, это и есть тот Гаусс, который и был, первая функция будет h1, это t умножится просто на t, и так далее, ну, а уж h2 и h3 я оставляю вам, это просто вот, чтобы потренироваться, да, да, а вот так, и дальше чего, и в степени n, выяснили, может быть, а там, а все зависит от того, был ли тут, а я уже стер, и теперь не помню, сейчас посмотрю, сейчас посмотрю, да вроде нет, или есть, а, сейчас, и в степени n, я не написал здесь, да, вот здесь, да, и в степени n, ну, простите, великодушно, тут, так сказать, цифр, цифр одна, ну, вот, ну, закончу я вот сегодня, вот с чем, значит, мы два пространства введем, hn, и это оба конечномерных, и они совпадают, один, это линейная оболочка h0, вплоть до hn, то есть будет h0, и это линейная оболочка того, что до ортогонализации, значит, функции tk, e в степени минус t квадрат пополам, ну, где k теперь идет от нуля, и так далее, до n, вот посмотрим, появляется два, две таких серии конечномерных пространств, значит, они все, конечно, конечномерные пространства, в l2 от r, вот они совпадают, и они растут, h0 меньше, чем h1, причем здесь строгое включение, потому что появляется вот эта вот функция t в степени n, e минус t квадрат пополам, она же не есть линейная комбинация таких же функций для меньших n, это понятно, поэтому они строго растут, ну и дальше я напишу так, hn, это линейная оболочка, вот то, что в следующий раз было бы, я сразу напишу, hn-1 и функции hn, и она же линейная оболочка, линейная оболочка того же самого n минус пространства с номером n-1 и вот одной из исходных функций t в степени n, e в степени минус t квадрат пополам. Вот я написал такие подпространства, но пока что я на них смотрю, ну и сейчас буду применять там лему 2, но это давайте уже на свежую голову в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok